Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Четверг, 5 октября и давайте посмотрим, что у нас сейчас происходит на финансовых инструментах сегодня с утра. Начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар на текущий момент фактическая картина не поменялась. На текущий момент сохраняется краткосрочное движение восходящее с ближайшими целями. Это область 1.1844 и дальнейшее движение уже на 1.1980 может быть сформировано после преодоления первого уровня сопротивления. В свою очередь, возврат к продажам будет актуален. Первый краткосрочный уровень находится на минимальных значениях, которые мы видели вчера. Это отметка 1.1734. Ну а более важный уровень на минимальных значениях 3 октября, отметка 1.1694. Подводя итоги, на текущий момент тенденция на укрепление остается в приоритете в рамках часового таймфрейма. Ну а возврат к продажам и продолжение нисходящего тренда уже вновь сможем рассматривать после преодоления минимальных значений, которые были 3 октября. Пара британский фунт, американский доллар пока не смогла преодолеть максимальное значение, которое мы видели 3 октября. Для начала формирования уже восходящей тенденции и пока минимальные значения также не были обновлены. В свою очередь мы видим движение в боковике по данному активу. Закрепление выше максимумов 3 октября, отметка 1.3293, вернет нас к восходящему сценарию с ближайшими целями движения в область 1.3452. Первая цель и далее 1.3607. Преодоление минимальных значений в области 1.3222 вернет нас уже непосредственно к продажам на текущий момент, которые пока все еще сохраняются по паре британский фунт, американский доллар. И цель для нисходящего движения это область 1.3156. Пока мы не закрепились выше максимальных значений, тенденция на ослабление пока остается в приоритете. Пара американский доллар и японская иена после закрепления ниже минимальных значений, которые мы видели 3 октября, пара несколько скорректировалась. Но пока не уходим выше максимальных значений, которые мы видели вчера и максимальных значений 3 и 27 сентября. Поэтому на текущий момент тенденция на ослабление в рамках часового таймфрейма остается в приоритете. Ближайшие цели по движению это первая цель 1.1218, следующая цель 1.1153. Если говорить о возобновлении покупок по данному активу, то краткосрочная цель находится на максимальных значениях, которые мы видели вчера, 1.11292 уровень. Ну а более важный уровень сопротивления располагается на максимальных значениях, которые мы видели на этой неделе, это область 1.11318. Поэтому если говорить о среднесрочных покупках, то только после преодоления максимум в области 1.11318. Пара австралийский доллар и американский доллар на текущий момент также находятся в восходящем движении. После преодоления максимальных значений 3 октября, которые мы видели вчера, тенденция на укрепление остается в приоритете до тех пор, пока пара торгуется выше отметки 77.88. Это минимальное значение, которое было 3 октября. Цель для восходящего движения находится в области 79.84. Первая цель, следующая цель это уже 80.99. Если говорить о возобновлении продаж по данному активу, то уже только после обновления минимальных значений, то есть движения ниже отметки 77.87. Пара американский доллар и канадский доллар на текущий момент также находятся в нисходящем снижении, которое сформировалось у нас вчера после пробития минимальных значений 3 октября. И на текущий момент тенденция на ослабление сохраняется. Цели по нисходящему движению это область 1.24.12. Первая цель, далее 1.23.24 и далее уже на 1.22. Уход выше максимальных значений 3 октября вернет нас к покупкам по данному активу и тогда уже вновь мы вернемся к тенденции восходящей. Пара евро-фунт продолжает укрепляться. Здесь фактически также ничего не поменялось. После преодоления максимальных значений, которые мы видели 28 сентября, преодоление произошло 29 сентября, тенденция на текущий момент сохраняется на укрепление евро против британского фунта. Ближайшая цель по восходящему движению это область 88.97. Следующая цель находится уже в области 90.20. Если говорить о коррекции, о продажах, то их имеет смысл рассматривать только после ухода ниже минимальных значений, которые мы видели вчера. Это отметка 88.49, минимум который был 4 октября. По золоту на текущий момент также вчера мы видели преодоление максимальных значений 3 октября. Закрепились за этим уровнем и на текущий момент в рамках часового таймфрейма тенденция остается в приоритете на укрепление. С ближайшими целями движения в область 1291, затем 1314 и далее уже на 1338. Если говорить о возобновлении продаж, то ближайший уровень поддержки, который золоту нужно преодолеть для дальнейшего нисходящего импульса, это уже область 1268 долларов за тройскую унцу, минимум который был зафиксирован 3 октября. Нефть марки Brent на текущий момент также продолжает свое движение нисходящее. Цель по данному импульсу находится в области 55.41, следующие цели уже будут в области 54 и далее 53. Ну а вернуться к покупкам по нефти марки Brent мы сможем только после преодоления максимальных значений, которые мы видели вчера. Это отметка 56.50. Ну и по индексу DAX вчера мы видели обновление фактически максимальных значений. Область 12983. Индекс DAX торгуется вблизи исторических максимумов и на текущем тенденции на укрепление также сохраняется. Начало коррекции может произойти в том случае, если мы увидим уход ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера, отметка 12894. И только после преодоления данных уровней у нас может сформироваться коррекция. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исааков Роман. Как всегда, ваши вопросы оставляйте комментарии к этому видео. Если вам оно понравилось, то ставьте лайк и увидимся на следующих видеообзорах. Всем спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok